Эпидемия коронавирусной инфекции затронула практически все сферы жизни. Значительные изменения произошли в системе образования. Школьные дворы и классы опустили. Несмотря на то, что детей в школах нет, учебный процесс не останавливается. В общеобразовательном учреждении номер 6 Черкеска побывала наша съемочная группа. Репортаж Мурата Джанкёзова. Пустой класс, стулья на партах. Однако урок идет в активном режиме. Таковы сегодняшние реалии дистанционного образования в школах. Республики. Здравствуйте, Юлия Владимировна. Меня слышно? Здравствуй, Илья. Конечно, слышно. Здравствуй, Анечка. Здравствуй, Ислам. Здравствуй, Лаурочка. Я тебя слышу, но пока не вижу. Вот. Итак, мои дорогие, первым нашим уроком сегодня будет математика. Откройте, пожалуйста, свои тетради. И запишите, пожалуйста, сегодняшнее число. Сегодня 28 апреля. Классная работа. Учебный процесс осуществляется в соответствии с рекомендациями Министерства образования Республики. Мне удобно проводить эту работу через платформу Zoom. Потому что таким образом я общаюсь живой с детьми. Каждое утро у нас начинается с приветствия в WhatsApp. Мы здороваемся друг с другом и проверяем, кто в наличии. Далее предлагаю детям зайти с помощью ссылки на конференцию. И мы проводим уроки. Впервые за всю историю Карачаева-Черкесии все школы переведены на дистанционное обучение. Переход был внезапным и одномоментным. А потому не все учебные заведения подготовились стопроцентно. В короткие сроки была проведена огромная работа, которая потребовала мобилизации больших ресурсов и усилий. Как со стороны государственных органов, педагогического сообщества, так и учеников и их родителей. На начальном этапе некоторые школьники не имели возможности пользоваться видеосвязью. По поручению Рашида Борисбевича Тимрезова, главы нашей республики, этим ребятам были предоставлены технические средства для обучения. Этих детей немного на сегодняшний день, но были определенные дети, у которых даже телефонов не было, гаджетов. Но я хочу сказать, что дистанционное обучение – это не только обучение благодаря или через интернет. Это обучение может осуществляться дистанционно, то есть на расстоянии, вне школы. Это дистанционное обучение даже по учебникам. Оно может осуществляться при помощи рабочих в тетради. И прочие формы и средства обучения допускаются. Впереди государственная итоговая тестация. Всех выпускников школ волнует вопрос, какого числа предстоит сдача последних экзаменов. Для девятых классов ОГЭ будет стартовать с 8 июня по 31 июля. То есть Министерство просвещения Российской Федерации представляет на право выбора каждому региону, в зависимости, опять же, от ситуации, определить конкретные даты в этот период, когда лучше провести государственную итоговую аттестацию. Что касается выпускников 11 классов, то ЕГЭ на сегодняшний день запланировано также на 8 июня. Подробная информация есть на сайте Министерства образования Республики. Ожидается, что школы Республики, скорее всего, будут закрыты на карантин до нового учебного года. Мурат Жангёзов, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия.